Вот эта политика соседних государств, если будет идти все как идет, то есть мы остаемся на месте, наши соседи продолжают проводить ту политику, которую они проводят. Через сколько времени Украина может потерять новые территории? И будет ли Украина терять новые территории, где будут играть роль западные страны? Как вы думаете, та же Польша, та же Венгрия? Или это в принципе невозможно, вы думаете? Я, конечно, всегда в таких вопросах оптимист, но реально я бы не рассматривал, что на Западе у нас надто великие запросы. Понимаете, для того, чтобы какая-то страна из наших западных и певденных соседей почала висовать реальные претензии, это мае измениться. Понимаете, это, во-первых, Украина має быть надзвичайно послаблена и просто не функционировать как государственное утверждение. А во-вторых, это мае измениться глобальная ситуация в мире и политические подходы. Потому что, понимаете, с другой стороны, ну, на самом деле, та же самая Угорщина, она, на самом деле, очень активно проводит політику на Закарпатті. Это правда. Но для них, на самом деле, не идет это про территориальные претензии. Их целиком влаштовывает те, что они активно поддерживают угорскую меньшину, через нее впливают и на політику целого Закарпаття, только на 90% зрозумево, что не угорская, а украинская. Поэтому, как бы, на этом этапе их все целиком задовольняет. Их те, что Украина показывает так себя беззубо и, насправді, часто по-дурному, их вона целиком влаштовывает, потому что они свою программу реализуют. Если выпадет такая нагода, или Угорщина используется, чтобы вырвать эту территорию, ну, я думаю, она используется. Это понятно. Но для того, чтобы выпала эта нагода, это треба, чтобы мы склали все такие же зерки, что тяжело себе уявить. Задача Украины просто, ну, как бы, грати свою гру и понимать, в какую гру с нами играют сусиди. Какой глобальной загрозы на Захидном направлении я не вижу. Там нужно просто использовать належный инструментарий, выходя просто из элементарных знаний про наших, этих Захидных и Удальных сусидей. Вони не є суперагресивными, вони не є, как бы, такими зацикленными, вот, однозначно проводить антиукраинскую політику. Там є всі можливості для переговорів, пошуку компромиссных, абсолютно всі. Десь через більшерские, десь через меншерские переговори, десь взагалі у нас дуже, как бы, ну, рівні стосунки, там взагалі я не бачу жодних проблем. Насправді нам треба сконструватися на наші сусидні проблеми. Звідки походить ці загрози? Тобто, якщо в відсотковом плане представити, то те, що у нас на Заході проблема, це один відсоток, навіть, може, менше від того загалу всього наших проблем. А 99 зовнішніх політичних проблем у нас знаходиться саме на Заході. Помножено, звичайно, на часто некомпетентність і нерозуміння українських верхів, української політичної верхів, як ці проблеми вирішують.